Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Премьер-министр Никол Пашинян, выступая сегодня на видеоконференции глав государств ЕАЭС, заявил, что в связи с пандемией коронавируса все страны могут оказаться на пороге рецессии. ЕАЭС должен доказать свою жизнеспособность в этот сложный период. Евразийский Союз – это попытка России сохранить политическое и экономическое влияние на постсоветском пространстве. Декларировавшие независимость страны пытаются стать экономически суверенными, но Москва не выпускает вожи из рук. Особенно заметно это в Армении, где Россия управляет практически всеми армянскими инфраструктурами и крупными активами. Однако в период кризисов эти активы становятся и для Армении, и для России неподъемным грузом, и могут привести к серьезным трансформациям. Пандемия коронавируса уже вызвала в Армении три больших кризиса. Сначала огонь вспыхнул в газовой сфере. Несмотря на снижение цен на топливо на мировом рынке и предложение Армении снизить цены на газ, компания «Газпром Армения» подала заявку на повышение тарифов. Подобное непотребное поведение показала всю убогость Российско-Армянского союза, ЕАЭС и прочих братских синдикатов, продемонстрировав, что Москва выстроила в Армении систему, которая позволяет ей напрямую управлять энергетической сферой Армении. Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 6 апреля, Никол Пашинян сказал, что в этой кризисной ситуации наше общество и правительство не воспримут такое решение о подорожании газа. Фактически, армянский премьер предупредил Путина, что Армения оставляет за собой право на ответные шаги. Эксперты говорят о необходимости пересмотра условий кабального газового договора. Второй взрыв неожиданно произошел в сфере авиации. Оказалось, что международный регулирующий орган лишил две армянские авиакомпании лицензии и право летать в Европу. Армянская пресса предпочитает не вдаваться в подробности. Но азербайджанская пресса охотно пишет о том, что произошло это из-за того, что армянские авиакомпании фактически выполняли сомнительные рейсы в африканские страны, поставляя по заказу компании путинского повара оружие. Так это или нет, но Россия смогла добиться того, чтобы в Армении не было национального перевозчика, посредством демпинга добившись доминирования на армянском рынке российских компаний. Как только армянское правительство стало привлекать европейских лаукостеров, дела у армянских компаний неожиданно испортились. И не исключается, что в этом есть и рука Москвы. Третья сфера, где неожиданно бабахнула, – телекоммуникации. Сегодня стало известно, что все руководства и большинство специалистов армянской компании АКОМ подали заявление об отставке. Зимой компания подала заявку в Кроу на покупку армянской дочки российского Билайна. Однако, как говорят специалисты, не все так однозначно. Ощущение такое, что это Билайн покупает АКОМ. Кроме того, в самой компании АКОМ говорят о засилии российского миллиардера Самвела Карапетяна, которому принадлежит значительное число акций компании. АКОМ является единственной армянской компанией на коммуникационном рынке Армении. Две остальные – Билайн и МТС – российские компании. История с увольнением и скандал могут свидетельствовать о том, что российская сторона не желает сокращать свое реальное присутствие на рынке. Фактически, три важнейших сферы экономики Армении – газовая, авиационная и коммуникационная – неожиданно оказались в глубоком кризисе. Кризис этот вызван дефицитом экономического суверенитета, нежеланием России уйти с миром и ее попытками сохранить контроль. Кризис, однако, неумолимо приведет к пересмотру российского каркаса армянской экономики и ее суверенизации, в противном случае она просто не выживет. Коронавирус – хороший повод для этого.